Около тысячи гостей из 70 регионов страны, в том числе из самых отдалённых. Например, только из Сахалина приехала делегация из 36 человек. Слёт народных университетов, который ориентирован на людей старшего поколения, проводится уже в третий раз, и каждый год площадкой для многочисленных семинаров, лекций и мастер-классов становится санаторий знания. Участники слёта – это руководители и представители народных университетов, активисты общественных организаций, волонтёры и сами люди старшего возраста. занимающие активную жизненную позицию. На Большом форуме они будут обсуждать лучшие образовательные и просветительские российские и зарубежные практики в работе со старшим поколением. Очень много новых вопросов, интересных, уже заслуживших признания в том или другом регионе, а целый ряд проектов вышли на федеральный уровень. И руководители, авторы этих проектов расскажут о своём опыте, поделятся своими наработками. Изменить отношение к возрасту 50+, рассказать и доказать, что этот период – не закат жизни, не возраст дожития, а возраст счастья. Такова цель слёта народных университетов. Люди старшего поколения должны иметь право получать дополнительное образование, активно участвовать в общественной, творческой, культурной жизни. Представителей серебряного возраста нужно не просто развлекать, а вовлекать в решение важных, в том числе государственных задач. А для этого крайне важно наладить диалог поколений. Меня, как, наверное, и очень многих, не устраивает, что происходит сегодня с диалогом поколений. 60% считают, что у нас есть конфликт поколений. Это достаточно высокий показатель конфликта генности, и надо разбираться, почему он такой высокий. Слёт народных университетов продлится 4 дня. За это время свои лекции и мастер-классы для людей старшего возраста абсолютно бесплатно проведут более 30 спикеров. Уже второй год подряд в программе «Слёта» так называемый «Сочинский день». Своим уникальным опытом, в том числе вовлечении людей серебряного возраста, в волонтёрскую деятельность поделятся самые активные местные жители счастливого возраста 50+. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.